Ну раз ноутбук мама меня отобрала, значит скачаю такую же игру себе на телефон, все равно поиграю. Сами все время в гаджетах, еще и Даника подсадили. Даник, у тебя глаза в планшет еще не выпали? А ну прекращай. Иди лучше в прятки поиграй с кем-нибудь или порисуй. И кстати, через час выходим в поликлинику. Мам, а зачем поликлинику? Вроде никто не болеет же. А мне кажется, у нас все болеют. Гаджетоманией. Вот, на прививку пойдем от этого. Гаджетоманией? Ой, а что это такое? Окей, Гугл, что такое гаджетомания? Ой, ну вот, батарейка садится. Даник, что делаешь? Катя, Гугл не знает, что такое гаджетомания, а мама сказала, поведет нас всех на прививку от этого. На прививку? Хм, гаджетомания, я так понимаю, это зависимость от гаджетов, от планшетов, от ноутбуков и от телефонов. Но чтобы от этого прививки делали, ни разу не слышала. Мам, Макс, ты маму не видел? Нет, Кать, не видел, а что? О, игра скачалась, наконец-то. А то, что скоро твоя игра тебе будет не нужна. Даник сказал, мы сегодня пойдем в поликлинику на прививку от гаджетомании, представляешь? Чего? На кучу прививку? Даник, наверное, все выдумал, я вообще о такой не слышал. Вот поэтому я маму ищу узнать, что это еще она выдумала. Поставлю на зарядку и досмотрю свой любимый сериал. Дианка, я бы тебе тоже посоветовала посмотреть последний разочек свой телефончик. Кать, в смысле последний разочек? А почему? Я могу еще сто раз в него посмотреть. А вот и нет. Через час мы идем в поликлинику. Нам будут делать прививку от гаджетомании. И я даже не представляю, как она на нас повлияет. Бедный мой телефончик. Чего-чего? А разве такое бывает? Кто тебе это сказал? Даник сказал, что ему мама сказала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а я новую серию еще не досмотрела. Отлично, девочки, опять все в телефонах. Вам еще не говорила? Через час нам нужно в поликлинику на прием. Мам, мам, а зачем нам эта прививка от гаджетомании? Мы немного времени проводим в телефонах, а как она на нас повлияет? А что мы будем после нее делать? А вдруг она вредная какая-то? От гаджетомании прививка нужна. Но это чтобы вы поменьше времени проводили в своих этих интернетах, тиктоках, ватсапах, телеграммах. Что там у вас еще? А это интересная идея. Нужно будет поговорить с доктором. Вот, а кроме прививки-то еще у нас стоматолог и окулист. Мам, а может мы справимся без прививки? Давай устроим 24 часа без телефонов. Ну или вай-фай от ключи. Мам, я не хочу такую прививку делать. Нет, дети, я уже устала. Вы ничегошеньки не понимаете. Ноутбуки у вас через день отбираю, телефоны. А вай-фай мне нужен вообще-то для работы. Эх, ну вот как так-то? Кто придумал эту прививку-то? Кто-кто, а я знаю кто. Кто-то из родителей, которые ученые были, а у них дети все время в телефонах сидели. Вот он и выдумал такую прививку. Эх, а теперь родители узнали о ней и всем делают поголовно. А вдруг у нее какие-нибудь последствия будут страшные. Нет, я это против прививок. Может из дома уйти, а? Через сколько? Через час, говорит? Я все слышу вообще-то. Да, уже через 40 минут. И попробуй только куда-нибудь уйти. У нас еще осмотр окулиста и стоматолога так-то. Мам, а если мы пообещаем себя хорошо вести и брать телефоны только на 2 часа после школы, мы не будем эту прививку делать? Макс, будем. Я уже согласие написала и все решила. А прививки вообще-то нам будут делать. А почему ты нас не спросила? Потому что вы дети. И делать вам прививки или нет, спрашивают у родителей. Все дети, естественно, бы сказали. Нам не надо никаких прививок. Тем более этой. От гаджетомании. Так, ладно, я одеваться. Давайте тоже собирайтесь. Короче, смотрите, я кое-что придумал. Мама сказала, мы пойдем еще на осмотр к окулисту и к этому, к стоматологу. А если у нас у всех будет температура, то нас на осмотр не поведут. И, соответственно, прививку тоже делать не будут с температурой. Какая прививка может быть? Ты, конечно, здорово придумал. Но как нам сделать эту температуру? Вы чего, так никогда не делали, что ли? Кладем градусник на батарею. Нагреваем до нужной температуры. И все готово. Ни прививки, ни осмотра. Мам, дай, пожалуйста, градусник. Что-то голова болит. Дианочка, уж не перед осмотром ли у тебя температура поднялась? Сейчас дам градусник померить температуру. А то какой осмотр может быть, если ты простыла? Вот, возьми градусник и ложись тут померяй. Здесь на кровати? Мам, я бы хотела померить у себя в комнате. Можно я градусник возьму? Дианочка, а какая тебе разница, где мерить? Нет, давай при мне. Здесь ложись и меряй. Да, затея Макса провалилась. Мам, ну сколько там? Все хорошо, у тебя 36,6. Просто переволновалась, наверное. Дианка, ну ты где застряла там с градусником-то? Нигде. Мне мама температуру померила, 36,6. Не получится у тебя нигде его нагреть, потому что она говорит мерить при ней. Эх, а вот этого я не учу. Дети, нам пора. Уже без десяти. Пойдемте скорее на осмотр. Да, Ник, ты где? Мам, ну может дашь нам последний шанс без прививки, а? Ладно, посмотрим. Может быть и да. Нужно телефончик не забыть. Катя, оставь его дома. Мама только что сказала, что может даст нам шанс без прививки, а ты за телефон хватаешься. Вот-вот, сейчас передумает. Ой, точно. Извините, не подумала. Здравствуйте, доктор. Мы подошли. Можно заходить? Здравствуйте. Так, у вас осмотр окулист и стоматолог. Все верно? Да, все верно, доктор. Эээ, послушайте. Вы не могли бы мне немножко помочь? Вы знаете, современные дети, все в телефонах, да в телефонах. Но я и ляп не возьми сегодня, что есть прививка от гаджетомании. Не могли бы вы что-нибудь придумать насчет этого, а? Прививка от гаджетомании? Хорошая идея. Кто бы разработал. Но, к сожалению, такого не существует, вы же понимаете? Да я-то понимаю, но самовнушение. Сделайте витаминчики какие-нибудь им, ну или еще что-то безвредненькое. Хм, я что-нибудь придумаю. Заводите. Так, скажите, а? А? Доктор, доктор. Так, подожди, не разговаривай. Доктор, доктор, да я просто спросить хотел. Слушайте, а вы можете мне не делать эту прививку, а маме сказать, что сделали? А я обещаю без телефонов. Ну, в смысле без телефонов. Сократить время пребывания в них, а? А то, мало ли что, эта прививка там наделает. Так, давай я сначала с зубами с твоими разберусь, а потом с прививками. Так, давай читай рядок, который видишь в буковке. Доктор, доктор, вы можете так сделать, чтобы я телефончик и ноутбук видел? А? Не делайте мне прививку, пожалуйста. Я маме не скажу. Так, молодой человек, вас кроме телефона, ноутбука и остальных гаджетов что-нибудь волнует? Например, состояние зубов или зрение ваше. Читай давай. Хорошо. К, на, ш, м, и, б, и. Ну, так что, доктор, может быть договоримся? Может и договоримся. Зови следующего. Ну что, Макс, как прививка? Больно, не больно? Не больно, мам, потому что мне ничего не делали. Как не делали? Доктор же обещала. Ну, ладно. Следующий кто у нас? Кать, давай. Вот повезло. Она, наверное, Макса осмотрела и поняла, что у него нет гаджета зависимости. Хотя ты же целыми днями сидишь играешь. Ладно, пойду я, надеюсь, мне тоже не сделают. Н, К, И, Б, М, Ш, И, Б. Отлично. Доктор, доктор, а мне прививку тоже не делайте. Вы моему брату не сделали, а он больше меня в гаджетах сидит. Ай-яй-яй. Ради гаджетов готова на брата наговорить. Ну, как же так? Да нет, доктор, вы не поняли. Просто я к тому, что я-то поменьше сижу. Мне тогда тем более прививка не нужна. Ладно, слезай, я разберусь. Следующего давай. Доктор, извините, пожалуйста. Тут насчет прививки-то. Они ведь сейчас придут и опять все в свои телефоны лягут. Неужели они что-то нельзя придумать? Ну, витаминку-то какую-нибудь вколите им. Вы знаете, я же не имею права просто так ничего никому колоть. Даже витамины. Но у меня есть одна идея. Зовите детей всех. Я им сейчас кое-что расскажу. И вы сами заходите. Ну вот, похоже, мама все-таки уговорила доктора на эту прививку. Думаете? Но нет, только не это. Я только вчера новую игру скачала. Ну что, доктор, что скажете? Слушайте, по результатам обследования с зубами у вас все хорошо, со зрением тоже. А вот с зависимостью, я бы сказала, есть небольшие проблемы. Но пока страшного ничего не вижу. Но, если будут проявляться симптомы и дальше, я вам дам на дом специальный укол. Ну, прививку эту. Как только вы заметите ухудшение, прививку нужно сделать самим, в руку. А, все понятно. Спасибо большое, доктор. Обязательно сделаю тому, кто будет зависеть от гаджетов очень сильно. Да-да, как только увидите, сразу делайте. А то, может быть, непоправимое. А прививочка полежит вот здесь. Надеюсь, не пригодится теперь. Ну, здорово это доктор сделала. И что, чем займемся? Хоть чем, главное, без использования гаджетов. А то мама увидит и прививку сделает. У меня там сообщение пришло. Не буду пока читать, чтоб мама не увидела. У меня игра новая. Точнее, как новая, обновление вышло. Хотел скачать сегодня, но не буду. А давайте тогда в прятки или в догонялки. Ну что, молодежь, чем заняты? Да вот в прятки, мам, собирались играть. Молодцы какие. Поиграете? Вечером два часа, можно посидеть в любых гаджетах. Ух ты, ух ты, спасибо, мама. А если мы два часа посидим, ты нам прививку делать не будешь? Нет, два часа это нормальное время, которое вы проведете за своими гаджетами. Фух, ну два часа тоже неплохо, да? Давайте в прятки играть. Подействуй, подействуй. Эх, волшебная прививочка наша. От гаджетомании, понимаете? А вам, случайно, еще не нужна такая прививка? А то, смотрите, у доктора на всех хватит. Ой, мам, а камеру можно взять? Камера это тоже гаджет. А то нам с Максом нужно привет и передать. Возьмите, возьмите, камеру можно. Погнали, Кать. Приветик Сашульке. Приветик Виталине и Соне. Приветик Диана. Приветик Алене ТВ и Ване. Приветик видеоблогеру. Приветик Асие, Айзерешке и Ханипучке. Приветик Марине. Приветик Ане Бабулгам и с днем рождения ее. Приветик Софии. Приветик Лягушонок. Приветик Нарине. Приветик Сабина. Приветик Бобру Добру. Приветик Алене и Ване. Приветик Вика. Приветик Малика. Приветик Мадина. Приветик Емине. Приветик Даше. Приветик Адеми. Приветик Тане. Приветик Нелли Приветик Алене и Ване Приветик Олесе Приветик Ире Приветик Кате Приветик Ясмина, Камила, Марха, София Приветик Варе